Добрый день, газета Горловка сегодня. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, каким методом возможно достижение мира в ДНР? Политическое, либо военное урегулирование? Наверное, вам это не понравится, но с этими людьми, которые ВСУ и Украина, с ними нельзя говорить мирно. Это настолько непоследовательно, я скажу слово, лживые люди, что ждать от них мира, покоя нельзя. Я не знаю, чем они руководствуются, я не понимаю. Их национализм, он настолько крайний, что считать его здравым, ну, никому в голову не придет. Один единственный совет у меня для них есть – уходите, дайте нам спокойно жить. И все, ну, сюда их никто не пустит никогда, понимаете, никогда, я так думаю. А хотелось бы мирным путем. Я не хочу, чтобы гибли наши парни и те, не хочу, но по-другому они не понимают. Понимаете, мы смогли, мы нашли в себе силы пойти и заявить, что мы не хотим так жить. А там везде считают, что… Или они не понимают, или они настолько считают себя… Они считают, что они, ну, они не понимают, что это фашизм чистый, откровенный, что их купили, что в конце концов их продали. Они этого не понимают. Как обидно и больно. Но пощады они не заслуживают никакой. Мир, да, мир нужен всем, но только не так, как они. Как это можно? Я живу в конце этого проспекта. Каждый вечер шахты южные, они выкатывают свои орудия и начинают громить нашу часть города. Зачем? Это мир? Это перемирие? И ни одна организация в мире не видит, да, почему-то, что это нарушение вообще всех норм. Я не знаю, жизненных там, божественных, каких угодно. Но так же нельзя. Я думаю, что так нельзя. Нельзя. Понимаете? И они должны. А таких людей нужно только заставить. А заставить чем? Силой. Понятно. Поэтому, ну, что делать? Войны не хочет. Ни один человек живущий здесь, в этом прекрасном городе. Но, наверное, у нас не получится убедить их миром. Наши протесты, наши подписи, понимаете, о том, что они не выполняют. Он и два года не выполняет. И не будет выполнять. Ему это не надо. Он не самостоятельный, он зависимый человек. Я имею в виду их президент. Так что, беда. Что еще? А вот вы говорите мирным путем. А возможно ли это? И что для этого нужно сделать? Чтобы они ушли. Сказать им, уходите от наших границ, с нашей территорией, из нашей жизни. Тогда вы будете живы, здоровы и целы. И привет. Все будет хорошо. Только чтобы они ушли, если не хотят сохранить в своей жизни, понимаете, свою честь, в конце концов, достоинство и действительно понятие о своей стране. Они же страну свою превратили в посмешище во всем мире. Понимаете? Восмешище. Так нельзя. Не, ну я думаю, так думают все. А те, кто не думает, они или заблуждаются, или руководствуются, ну, сугубо какими-то личными выгодами. Все, в другое я не верю. Фашизм, он и есть фашизм. Политическим. А если политическим, то как это сделать? Ну, это же уже политики должны это решать. У нас они умные. Пусть каждый занимается своим делом. Диалогом, в первую очередь. Трудно сказать, но вооруженным быстрее, наверное, будет. Только политическим. А как это сделать? Ну, это пусть думают правители. Хоть бы сказать то, что те, кто возглавляет наше государство, с той стороны и с этой. Нужно только путем переговоров. Народ не хочет войны. Вот это самое главное, я вам бы сказал. Уже устали. Надо пробовать все методы. Если политическим, то как? Ну, для этого есть искусство дипломатии. Для этого дипломаты и есть. Ну, просто все переговоры, которые ведутся, они ни к чему не приводят, как мы видим, и даже последние. Ну, потому что надо договариваться с теми, кто командует, а не с сателлитами. Не с рабами, которые. Свою сторону это рабы Америки. Оно договаривается с хозяевами. А кто хозяева? Ну, американцы, естественно, они заказчики еще. Политическим, без этих, как было с девятого на десятое. Да. Чтобы ночи не бомбили, чтобы кровь не проливалась. Я надеюсь, что у этого Порошенко найдется ум или разум, или как оно по-украински. И он что-то должно что-то наше придумать тоже. У нас нормальный президент наш. Наша голова. Да, голова. Надеюсь, он за как-то найдет общий язык с этими, ну, как укропом или как-то. Существует поговорка «Лучше худой мир, чем хорошая война». Да, уже устали от этих. Поэтому, да. Я не хочу, я боюсь о своих детей. Поэтому для меня лучше это как-то договориться каким-то образом. Но войны нет. Это возможно достичь только мирным путем, потому что, ну, как я считаю, любая жертва человеческая, она не оправдана. Оправдания она не имеет. Будь то власть, деньги, еще что-то. Поэтому либо, ну, только мирным путем. Возможно, когда там власть сменится, получится договориться. Возможно, когда поменяется что-то в головах у ребят, которые стреляют. Политически. Конечно, политически. Боль, жертвы большие. Если будут договариваться, говорить. А как? Если военным, жертвы будут охраны. Среди и военного, и двух сторон, и мирного насилия, и разрушения. Мирно, конечно. Только что, наверное, кто-то не хочет. Все хотят зарабатывать на войне. А страдаем мы. Лучше политически. Без жертв. Хотелось бы политически. Не знаю. Хотелось. После последних событий, понимаешь, что мало, мало шансов. Не, не получали. Вот эти пнацки, падлы, не стреляли. Вот это было хорошо. Что же они... Вот это вот, только что я слушал, Басурин говорил. 570 раз бахнули по Донецкой области. По Вольме, Зайцево, Широкая балка, Зелезная балка, Ясиноватая. Разрушили это. Где-то 15 домов. А вы считаете, возможно добиться мира в республике политическим путем? Ну, конечно, надо добиваться любыми судьбами. Ну, зачем нам война? Или только военному регулированию. Не, ну, зачем нам война? Я даже против, что они остановились тогда. Два раза уже на цели Порошенко вы обдурили нас. Два. Правильно? Дебальцевский котел, они руки подняли вверх. А потом, чей этот... И Лавайский котел, а потом Дебальцевский. И перемирие им надо. Да надо было гнать до самого Киева, да и не морочить.